Девушки отдыхают Космос — это же настоящий рассадник всяких жутких и опасных штуковин Взять хотя бы Солнце Температура тысячи градусов Такое изжарит и не заметит А это еще не самая яркая звездочка во Вселенной А еще в космосе есть такая вредная штука, как космическое излучение Потоки частиц от звезд и прочая радиоактивная гадость Мы его даже не увидим, а уже получим смертельную дозу Я уже не говорю про всякие метеориты с кометами Которые в этом вашем космосе так и шныряют туда-сюда А на Земле нас от всех этих напастей защищают атмосфера и магнитное поле Атмосфера и Солнцу не дает нас изжарить И тепло бережет, чтобы ночью не замерзнуть А кометы и метеоры до Земли вообще не долетают Сгорают в атмосфере, как миленькие Ну а от вредного космического излучения спасает магнитное поле И главное, на Земле есть воздух А в космосе только вакуум со всякими напастями Чужие мы в этом космосе, понимаешь? И всегда такими останемся Я, кажется, знаю, отчего вы так настроены, негативный мой Ведь вы никогда не были в открытом космосе Тьфу, да чего я там не видал-то? Если все время, как вы говорите, болтаться в шаролете То оценить истинную красоту Вселенной невозможно Режим скафандра Давайте прямо сейчас выйдем наружу И вы увидите, как прекрасен открытый космос Не надо В смысле, мне и в шаролете есть чем заняться И вообще, некогда мне засиделся я что-то Режим скафандра Придумал бортовой компьютер Отключить искусственную гравитацию Гравитация отключена Тише вы Друг мой космоса нелюбивый Проснитесь Сюрприз Теперь-то вы сможете вдоволь Насладиться истинной красотой За что? Западай мне космос За что? Успокойтесь Вы в полной безопасности Я же не знал, что у вас космическая фобия Почему? Почему вы мне сразу не сказали? Не стоит стесняться своих страхов Надо делиться ими с друзьями И будет гораздо легче Вот я, например, необъяснимо боюсь Говорить на иностранных языках Правда, смешно Ты знаешь, каждую ночь С тех пор, как мы тут покоряем Вселенную Мне снится один и тот же сон Я в открытом космосе Кругом звездочки, всякие туманности А потом что-то происходит Вроде как замыкание И я понимаю, что это все Каждую ночь одно и то же Но ведь это только сон Космос на самом деле Не настолько разрушителен для нашего организма Одно из распространенных заблуждений про космос Что там очень холодно А значит, незащищенный организм Тут же превратится в ледышку Но это не так Дело в том, что среда в космосе Это вакуум А вакуум Это лучший в мире теплоизолятор Не зря он используется в термосах Поэтому наше тело Будет охлаждаться очень долго Они хитрые спортивные упражнения И вовсе не дадут нам замерзнуть Гораздо вероятнее не замерзнуть А перегреться от излучения какой-нибудь звезды Впрочем, если вы достаточно далеко от нее То бояться нечего Другой миф про космос Что вас раздует от внутреннего давления Но ведь разница внешнего давления Между поверхностью Земли И открытым космосом Всего одна атмосфера А это не слишком много Увеличение давления в одну атмосферу Почувствует, например, ныряльщик Когда опустится на глубину 10 метров И наш организм в космосе Перенесет такую разницу без повреждений Главное выдохнуть воздух Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на легкие Правда, в отсутствии давления Есть другая опасность Дело в том, что жидкость закипает тем быстрее Чем ниже внешнее давление Поэтому в вакууме космоса Она закипит почти мгновенно И если жидкости внутри организма Будут под защитой нашего внутреннего давления То внешние жидкости тут же испарятся Поэтому язык в космосе Фравова пересохнет Так что, учитывая отсутствие воздуха Мы спокойно можем продержаться в космосе Пару минут Правда, секунд через 10 вы потеряете сознание Но вероятность выжить гораздо выше Чем, например, в лаве вулкана Верните меня на землю Мне в колыбельке привычнее Ну, вот и все Присядем на дорожку Не надо никуда присаживаться Я заглянул в шароскоп И узнал одно полезнейшее изобретение будущего Это антифоб Один выстрел И вы избавитесь от всех своих фобий и страхов Ага Вместе с жизнью Да нет же Вашему здоровью ничего не угрожает Убери от меня эту штуковину Науке следует доверять Вот смотрите Ничего страшного не произойдет Ой Лосяш Ты Как? Парали вы француз? Успрессните Deutsch Казахно Лондон is a capital of Great Britain Лосяш Ты куда? Ди ладен метр фом шоколаден ладен Ладен ди ладар цум танцнай Сононатом Погоди Лосяш Айоу Васай у десен Айоу You wanna be difficult? Да угомонись ты Жертва науки Яу я Дасист фантастиш Гома гомонис Люпус эст Стой Бомбардер якер гуду Скафандр мод Команчоба Опа Гангам стайл Ай Хорош дурить Высокий як тополя А дурний як васоля Лосяш 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 Прием Возвращайся немедленно Но пасаран Бортовой компьютер Верни его обратно Запрос не корректен Шаролет не оснащен внешними манипуляторами Айне-не-не-не А не готов Эскуза синьора Вару-вару И сдай бананы Куда ж ты подевался Чертяка языкастый Сюрпрайз Внимание Опасность Костюм разгерметизирован Срочно вернитесь на борт Внимание Лосяш Режим скафандр Внимание Опасность Так что Учитывая Отсутствие воздуха Мы спокойно Можем продержаться В космосе Пару минут Правда Секунд через десять Вы потеряете сознание Но вероятность Выжить Гораздо выше Чем например В лаве вулкана Очнулся, полиглот Как самочувствие? Почему? Почему я связан? Это Это унизительно Эй, скузи Сеньора Сейчас вернусь Развяжу Только еще Маленько Полетаю Больно тут Красиво Эй, укуси меня Открытый Космос Все, васильки Васильки Много их выросло Упор Друг мой Медлительный Вы еще Вы еще Не готовы? У нас Очень мало Времени Ты-то о чем Родной? Как это О чем? Как это О чем? Подождите Подождите Разве я вам Ничего Не рассказал? Так и знал Что что-нибудь Забуду Шароскоп Я тут изучал На досуге Архивы будущего И раскопал Удивительную вещь Наши потомки Обнаружили Любопытнейшую планету Ее поверхность Полностью выгорела Из-за увеличившейся Активности Солнца Ужас какой Да-да Очень печально Но самое Замечательное Среди пепла Исследователи Обнаружили Шароскоп Будьте любезны Это Металлические Конструкции Представляете? Ученые будущего Спорят Об их происхождении Но большинство Уверены Что это Наследие Разумной цивилизации Их назвали Железным Городом Так это Что ж получается? Цельная Разумная Цивилизация Того? В наше время Еще нет До роковой вспышки На их солнце Осталось Несколько часов У нас с вами Есть уникальный шанс Спасти целую цивилизацию И разгадать Тайну Сгоревшей Планеты Странно Воздух Прикоден для дыхания Есть вода И растительность На этой планете Просто обязана быть Разумная жизнь Но сканер Не ловит Ничего живого Да убери ты Свои штуки Дрюки Проще Надо быть Эй Погорельцы Бегите Суды Эвакуация Эвакуация Не стоит торопить события Эвакуатор вы мой Громогласный Они пока вовсе не погорельцы Еще часов Пятнадцать Что это было А как вы думаете Эти растения Могут быть Хищными Это вряд ли Но оно же Пошевельнулось Это оно так Покушало Обычное дерево Может за год Высосать из земли Больше ста кубов воды А потом Испарить ее В воздух Тут ведь какая зависимость Чем больше у растения листов Тем больше оно И испаряет Вместе с водой Растения всасывают Всякие питательные Для себя Вещества И этот бульончик Движется по Водопроводящей ткани Которая зовется Ксилема В ней есть такие Махонькие канальчики Капилляры А испаряется водичка Через крохотные отверстия На листьях Усть-чица Через них Из растения Выходит кислород И водяные пары А входит Углекизный газ Из которого потом Получаются Сахар И крахмал Можно сказать Через эти Усть-чица Растение Дышит Ночью Или когда холодно Усть-чица Засыпают Закрываются А на жаре Наоборот Распахиваются На полную Так листья Испаряют Больше воды А значит И понижают Температуру Растения Так что Это Обычное растение Только здоровенное Прекрасная лекция Которая отняла У нас Так много Драгоценного времени Давайте Поторопимся Нам все-таки Надо отыскать Собратьев По разуму Что-то Несобратьев Ни железного города Слышите? Кто-то шепчет Наверное Ветер Да ветра нет Это дышит Растение Через Устица Эй Есть кто Живой Отзовись Этот шепот Сведет меня с ума Скоро солнце сядет Устицы закроются И будет не так Жарко Ненадолго Гляди-ка Следы Это наши следы Мы ходим Кругами И похоже Мы единственные Разумные существа На этой Планете Так может Эти железяки Которые здесь найдут Наших рук дело А это мысль Они ведь Очень похожи На останки Широлета Вот умора Если потомки Примут За признаки Цивилизации Остатки Нашей Спасительной Экспедиции Останки 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 А в какой стороне Мы широлета Оставили Куда бежать-то Понятия Не имею Мы Сами себя Загнали в ловушку Мы и есть Тайно Сгоревший планет Еще посмотрим Извиняй Травинка Ничего личного Борьба За выживание Крепкая Травиночка Слышите? Какой-то Свист Это Семечка Зачем Оно вам? Для сохранения Вида Неплохо Для начала Сохранить Свой Вид Бежим Своих Быстрее А вот Какой-то Своих Какой-то Своих К XV Все, больше не могу. Друг мой героический, бросьте меня. Один вы точно успеете. Ничего, допрыгаем. Укуси меня, пчела. Тогда хотя бы бросьте это несчастное семечко. Время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компьютер, включить максимальную защиту Защита включена Укуси меня, пчела Феноменально Это ж Железный город Или как там его? Он самый Откуда ж он взялся? Кажется, я знаю откуда Если почва богата минералами, растение будет потихоньку впитывать их вместе с водой Когда концентрация атомов металла в растении возрастает, они слипаются между собой и образуются кристаллы Вода испаряется через листья, а металл остается в растении За долгие годы в них образовались целые металлические конструкции, которые и остались после вспышки Растет как на дрожжах Гляди какой хорошенький Да хорош хандрить! Это ж настоящий огородный переворот Можно растения использовать, чтобы металлы добывать Или почву очищать от всякой гадости Или это, дома строить сразу из железа И только долго, наверное Я надеялся, что сгоревшая планета подарит нам что-нибудь интересное Разумную цивилизацию, например Что подарила, то подарила Дареному коню, знаешь ли, мне... О! А ты ж это! Сможешь теперь написать разгадку для потомков Ни в коем случае! Знали бы вы, сколько прекрасных произведений Будет написано про пропавших жителей железного города Зачем же я буду отбирать у наших потомков такой источник вдохновения? Пусть остаются в своем романтическом неведении И знаете что? Как же я им теперь завидую! Копатыч, ты давай прекращай тут тоску разводить Теперь что, заняться нечем? Нечем, огорода нет, ульев нет Эх, укуси меня вакуум Значит, можно отдыхать, почитать что-нибудь, придумать себе хобби Не умею я отдыхать, не приучен Да вы, ребятки, за меня не переживайте Яблочко, хочешь? Чистенькое Нет, спасибо Вот и я не хочу Даже вредителей тут нет, чтобы от них запасы защищать Ладно, ежик, пойдем отсюда Меня от этого скрипа уже уши заложило Червивая? Червивая? Вот попадись мне, уредитель! А кто-нибудь знает, что стряслось с нашим Копатычем? То его не видно, не слышно, а то... Я тебя из-под земли достану! Хоть не скрипит больше, уже хорошо Да что ж такое, а? Опять червивый! Укуси меня, червяк! Я уже и опылял, и ловушки ставил, все без толку Феноменально! Он где-то здесь прячется, обжора Наверное, мы прихватили его еще с земли, когда собирали запасы Да хоть с Марса! Лучше подскажи, как его, вредителя, найти? Насквозь-то я видеть не умею? Ну, а сквозь? А ведь это идея! Я думаю, увидеть вашего червяка нам поможет магнит! Так ведь червяки, вроде того, не магнитятся? Это только на первый взгляд Как я уже не раз вам рассказывал, мы все состоим из атомов А каждый атом из ядра, вокруг которого вращаются электроны Так вот, ядро каждого атома – это маленький магнитик Это что ж получается? У нас внутри магнит в полно Отчего ж к нам железки не липнут? Из-за того, что наши ядра магнитики очень слабые и направлены в разные стороны Поэтому большинство веществ не обладает магнитными свойствами Но если поместить любое вещество в очень сильное магнитное поле То ядра атомов начнут выстраивать свои магнитики в одном направлении О, и чего? Тогда любое вещество станет магнитом? Не совсем Магнитики ядер не сразу выстроятся в затылок друг другу А будут некоторое время качаться, как волчок перед падением Это вращение ядра называется прецессия Ага, одного не пойму Как нам эти волчки помогут червяка поймать? Сейчас все поймете Прелесть в том, что у каждого ядра своя частота прецессии А значит и у разных веществ она отличается У сахара своя прецессия ядер, у воды своя Получается, что если мы определим частоту прецессии ядер То сможем понять, сколько, например, в арбузе воды и сахара И уж точно сможем определить, есть ли внутри червяк Здорово, правда? Может, лучше дустам его? Друг мой недоверчивый, давайте я вам еще раз все объясню Слышал? Они могут все узнать Это вряд ли Начинается процесс уменьшения Где сегодня высадится наш червяк-вредитель? Овощи, фрукты или цитрусовые? Давай овощи, я от этих фруктов уже чешусь Отлично! Пункт назначения – гигантская морковка Вот оно! Счастье! Значит, у каждой ерундовины частички внутри крутятся со своей частотой Именно! А как же ты частоту этих ядреных волчков определишь? Ежели внутрь не залезешь Очень просто – резонансом Чтобы измерить частоту прецессии ядер Нужно облучить атомы радиоволн И менять частоту радиоволн, пока она не совпадет с частотой прецессии ядер Тогда возникнет резонанс А приборы зафиксируют этот момент Он называется ядерный магнитный резонанс При помощи ядерного магнитного резонанса Можно узнать частоту прецессии и определить, что находится внутри Таким образом можно посмотреть, как устроен практически любой предмет Значит, и фрукты, и овощи можно ядренно-магнитно просветить? Ядерно-магнитно, разумеется Так чего же мы тогда ждем? Это устройство, которое поможет нам найти вашего червяка методом ядерного магнитного резонанса Оно создает очень мощное магнитное поле В десятки тысяч раз больше, чем у Земли Видите? Прибор слой за слоем просвечивает яблоко А потом складывает картинку в единое целое Этот прибор называется томограф От греческого слова томос, сечение Здорово! Давай еще! Все, это последний Ах, пусто Не сработал твой ядреный резонанс Вот ведь хитрющий червяк попался Может, все-таки дустом его? Подождите, возможно, мы что-то пропустили Так чего ж теперь? Еще пять дней, а все пересматривать? Давайте проверим хотя бы снимки червивых плодов Погодь, а можешь эту увеличить? Попался! Ишь, какой жирный! В арбузе окопался Вредитель! Не уверен я, что все это правильно Ты что? Мы же не просто так Ради Копаточа Отними у него нашего несуществующего вредителя И что ему останется? Тихо Что это? Вроде оттуда звук Посмотрим? Может, не надо? Да что там может быть так... Куда? Куда он делся? А-а-а-а! 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 А-а-а! Ребята, а вы тут чего делаете? Капарыч, а мы тут это, червяка тебе поймали? Ага О чем вы только думали? А ведь я хотел на днях сварить яблочный компот А если бы вы были внутри? Ужас Мы хотели как лучше Чтобы Капарыча была веселее Ну, теперь ему точно есть чем заняться А кто это у нас такой обжора, а? А это резонансик у нас такой обжора Лопай, лопай, хитрюга Надо будет тебе еще кроватку справить Ядерный магнитный резонанс был открыт американскими учеными Феликсом Блохом и Эдвардом Пурселом Их открытие вызвало такой резонанс Что в 1952 году они получили за него Нобелевские премии по физике Позднее американец Пол Лаутербур и англичанин Питер Менсфилд Разработали метод магнитно-резонансной томографии Позволяющий заглянуть внутрь хоть фрукта, хоть человеческого тела За это в 2003 году они получили Нобелевские премии в области садоводства То есть, простите, физиологии и медицины Изменение маршрута Введите подтверждение Эх, подтверждаю Что-то новенькое Куда сегодня направляемся? Какой разница! Сегодня мы просто летает в никуда Можно отдыхать А лучше иди спать Ничего интересного не будет Ты его лучше не трогай А то их шоужалит Какая муха его укусила? Муха? Нет, брат Это было насекомое покрупнее Помнишь, это случилось аккурат тогда Когда ты изобрел уменьшающий модуль для шаролета Дело было так Сижу я, значит, давеча дома Размышляю, как всегда, о вечном, о прекрасном Комплексе! Ха-ха-ха! Я это сделаю! Теперь на мой пенолёт есть уменьшитель Можно уменьшаться на любой размер Скажи, что я гений! Слушай, гений, ты попозже зашёл, а? Ты ж видишь, хлопот полон рот Любой дела подождут Мне нужен доброволец Так где ж я тебе его найду? Только представь, я могу уменьшать тебя так сильно, что ты помещаться в этот банк целиком Целиком Ну, чего ты там возишься? Давай уже уменьшай, не томи Ай, на момент Приготовиться Включаю Получаю уменьшитель Букушечки! 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 Насекомые размером с динозавров Ты понимаешь, небольшой турбулентность Для мой уменьшительный модуль это совсем маленький ерунда Осторожнее! Ой, какой ужасный паутинка! Полный вперёд! Что, съел? Давай-ка, увеличивай свою шарманку, пока хозяин паутинки не пожаловал Найм, я доказать, что мой уменьшительный модуль не какой-то там муха И вы вырвались? А ты сам подумай, паутинка, она ж прочнее стали на самом деле Для нас она, конечно, пфу, ерунда А вот ежели ты сам размером с муху Значит, вы не вырвались Какой догадливый ёжик Это же простой паутинка Паутинка Слушай, поиграли и хватит Давай-ка, увеличивай нас обратно Не могу Если эта паутинка такой прочный для мой уменьшительный модуль То она нас просто сдавит, когда мы будем увеличиваться Сначала надо освободиться Какой липкий и противный паутинка Мой кот Зато не свалимся Давай-ка уже от неё избавимся Пока Что? Пока Берегись Помогите 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 Эй, куда? Найн Брос Плохой букашка Слышишь? Тихо Тебе мало пауков с бабочками Смотри, у этих мурашей грузоподъемность в двадцать раз больше их самих Да они нас с тобой унесут и не заметят То, что муравей может таскать большой груз, не значит, что он сильнее нас Муравей может носить большой груз Большой по сравнению с сам муравей Так а я что говорил? Лучше с ними не связываться Но это только потому, что он сам очень маленький Около миллиметра Давайте попробуем его увеличить в тысячу раз До один метр Не надо бояться Теперь вес этот муравей-гигант в миллиард раз больше Вот-вот, самое оно, бояться Наоборот, чем муравей больше, тем он беспомощней Потому что сила увеличивается меньше, чем вес Вот муравей Увеличиваем его в тысячу раз по тром параметрам Длина, ширина и высота Значит, тело становится тяжелее в миллиард раз А сила лап всего миллион Совсем я запутался у твоих нулях Если сказать просто, то муравей станет очень большой А мускулы не такой большой И силы у муравей-гигант не будет хватать даже на то, чтобы встать И никакой груз он вообще поднять не сможет Ну и что, сейчас-то они маленькие и мы тоже Именно Мы стали маленькие и легкие Но наша сила уменьшаться не так сильно Теперь мы сами можем поднять больше своего веса Это всего лишь маленький, глупый букашка А мы разумные существа И такие же сильные, мы не должны их бояться А вот это ты брось, тоже мне высшая раса Да эти букашки соображают не хуже нашего Чтоб ты знал, они и говорить умеют Насекомый говорить? Не надо шутить, Надпин Если букашка может говорить, то я пчела с луны Точно, пчелы нам помогут А там и посмотрим, кто у нас с луны свалился Нам главное в нужную сторону их отправить Насекомые умеют говорить? А то, что нас паук чуть не слопал, тебя не упечатлило, значит Вот прямо говорить, как мы с тобой? Ладно, сейчас растолкую поподробнее Конечно, общаются насекомые не совсем как мы Ну так и мы не всегда умели говорить, как теперь Наши предки использовали язык жестов Так вот, у насекомых тоже есть свой язык жестов Причем очень даже развит Вот, например, пчела Нашла она, значит, поляну с цветками В которых нектара, ну, просто завались О такой поляне не греха подругам рассказать Пчела летит обратно в улей И танцует Танцует? Да не так Пчелиный танец — это не просто эмоции Это их язык общения Тут важно каждое движение Чтобы сообщить другим пчелам, где находится залежь нектара Пчела движется по восьмерке Самая главная часть — это прямая линия посередине восьмерки Этой линией пчела указывает направление на нужное место А расстояние зависит от времени движения пчелы по прямой Ежели она оползет одну секунду, до медовой лужайки 500 метров Ежели две секунды, значит, два километра Несколько минут такого танца, и другие пчелы вылетают в заданном направлении И как же вы попросили помощи у пчел? Ну... Здрасте, укуси меня То бишь я совсем не то хотел сказать Тут неподалеку нектара Во! Сейчас объясню, как лететь А ты уверен, что все делает правильно? Все по регламенту Напрямой пчела жужжит и трясет брюшком Пятнадцать сотрясений брюшком в секунду Чувствуй ритм Похоже, они так из твой диско ничего и не поняли Не только посмотри, они сделают металл Удивительно, у Букашка тоже есть свой язык Копатыч, не открывай мне глаза! Вот такой счастливый конец в этой истории Потом мы, правда, еле успели сбежать Пока пчелы не поняли, что мы их обдурили Здорово! Здорово! И все равно я не пойму, куда мы летим сегодня И почему пин такой? Посадка на Луну успешно завершена На Луну? Почему на Луну? А потому что, ежели кто-то поспорил, что Букашки говорить умеют Да еще и обещался лунной пчелкой назваться То пусть теперь за свой проигрыш и отвечает Я большой, глюпый, лунный пчела Давай, брюшком тряси, чтоб все натурально было Протанцуй, что лук в десяти километрах к северу Информация получена Начинаю перемещение на десять километров к северу А чего это он? Эй, куда? Остановись, глядя! Укуси, убеду, луна! Копатыч Ты недобровольно отдавать вся еда нам Мы имеем долгое летание с нашей планеты И сильно проголодались Эм, эм, сильно проголодался Нет, нет, не дам Мир есть хотеть, мир есть хотеть, мир есть хотеть Помогите Мир есть хотеть! Вот страсть-то рисуют Все-таки я не понимаю, к чему такой предосторожность? Копатыч! А? От кого бы поставить кодовый замок? Здесь все свои? Это на земле все свои, а здесь, а, космос? А вдруг марсиане какие, а? Согрессии! Нужно защитить самое дорогое, продукт питания. Отсюда, мой кот ни один марсианин не вытащит. Ах ты, ягода малинка, укуси меня, пчела! Плавнее, плавнее, теперь надо скорректировать траекторию с учетом влияния перигея орбиту Юпитера. И показательный к Фобусу, показательный, показательный, плавнее. Но вы не учитываете параметры показателей выше приведенных... Экипаж, чиз! Обед! Алло, на камузе? Копатыч, где обед? Копатыч! Алло, на камузе подавай! Копатыч! 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 Подъем! Это бесполезно, друг мой. На земле сейчас зима. Наш медведь впал в спячку. Биологические часы не обманешь даже в космосе. Что ж нам, самим готовить, что ли? Боюсь, самим не получится. Продуктов найн! Он их запер! Осталось только это. Всего делов-то. Открыть железный ящик, как дважды два. А-а-а-а-а! Эй, кто не вскрыть, сверхпрочный сплав. Нужно открывать кодовый замок, а код знать только, Копатыч. В животе урчит. Да, до Марса без еды мы не дотянем. До Земли тоже слишком далеко. Должен же быть какой-то выход. Я поберу этот код. Как? Методом тыка. Метод проб и ошибок – в просторечии метод тыка. Пожалуй, самый древний изобретательский способ, освоенный человечеством. И одно из его главных достоинств – ему не нужно учиться. Просто берешь и перебираешь варианты. Однако для сложных задач этот метод недостаточно эффективен. И уж совсем не подходит в тех случаях, когда ошибка недопустима. Я тут посчитал, чтобы перебрать все варианты кода, Крошу понадобится 300 лет. И это без перерыва на еду и сон. Перерыв на еду можно не учитывать. Если бы как-то достучаться до Копаточа, он бы обязательно сказал нам код. Эту разве что залезть в его голова. А ведь это не такая уж безумная идея. Звучит, конечно, фантастично, но мы могли бы попробовать прочитать его мысли. Перенесем его в лабораторию. Научиться читать чужие мысли – давняя мечта человека. Но до сих пор это всего лишь мечта. Однако кое-какие успехи все же достигнут. С древних времен было замечено, что у человека, который лжет, изменяется дыхание и сердцебиение, а также повышается давление и потливость. На основе этих наблюдений был создан прибор, который позволял регистрировать все эти изменения. Его назвали полиграф. Но полиграф не умел читать мысли. Он лишь показывал – лжет человек или говорит правду. Было установлено, что во время мыслительного процесса происходит обмен электрическими импульсами между нервными клетками – нейронами. Каждую секунду в нашем мозге возникают миллиарды нервных импульсов. В этом постоянном движении зашифрованы сигналы, идущие от органов чувств, а также наши мысли, эмоции и воспоминания. Несмотря на малую величину этих импульсов, ученые научились их регистрировать при помощи специального прибора – электроэнцефалографа. Для этого достаточно разместить несколько электродов на голове человека и измерять между ними электрическое напряжение. Но полностью расшифровать информацию, передаваемую этими импульсами, пока не получается. Сейчас мы узнаем, может ли он нас услышать. Копатыч, друг мой, вы меня слышите? Копатыч, прием! Он нас слышит. Теперь попробуем узнать код. Может, он также отреагирует на правильные цифры? Копатыч, какая первая цифра кода? Раз, два, три! Сейчас нам твой код, ты рассказывай. Нет, ни за что! Ты рассказать код нашей машины, о которой мысли твои читают. Я открывать твоя голова. Какой первая цифра кода? Один, два, три! Пульс еще большой. Давление прыгает. Все показания слишком высокие. Ничего нельзя разобрать. Похоже, ему снится кошмар. К сожалению, приходится признать, что полиграф и электроэнцефалограф слишком грубые приборы. При любых помехах их показания практически бесполезны. Но зато мы знаем, что Копатыч нас слышит, и мы можем поддерживать с ним связь. А откуда вообще берутся мысли? Ах, науке это неизвестно. Откуда к Копатычу пришла мысль о кодовом замке? Я не о том. Где мысли хранятся в голове? Мы все равно не умеем читать мысли. Приборы могут только фиксировать, какой часть мозга активен. Этого вполне достаточно. Разные отделы мозга отвечают за разные функции. Копатыч сможет подать нам сигнал, если просто напряжет воображение. Мозг состоит из множества отделов, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Ученые умеют определять активность любых участков мозга. Как только та или иная область начинает работать эффективнее, усиливается кровоток на этом участке. Это можно обнаружить при помощи специального прибора – магнитно-резонансного томографа. Это, конечно, еще далеко не чтение мыслей. Но по активности нашего мозга можно определить, испытываем ли мы страх или радость, боль или дискомфорт. Ёжик, давай! Ёжик! Копатыч, миленький! Копатыч, спасибо! Пожалуйста, будьте любезны! Скажите нам, Кодда, Миш, знать, хотеть, кушать очень! Э-э-э! Э-э-э-э! Э-э-э-э-э! Я буду называть цифры, и если угадаю, представь бочку с медом. А при чем тут бочка? Когда Копатыч представит бочку с медом, активизируется область мозга, ответственное за воображение. Мы это увидим на мониторе, и это будет значить, что Ёжик назвал правильную цифру. Пожалуйста, добрый Копатыч! А-а-а! Эх, гримычные! Ладно, согласен. Первая цифра кода. Ноль, один, два... Есть! Первая цифра кода. Два. Хе-хе! Вторая цифра кода. Ноль, один, два, три... Мама! Ребята! Ребята! Там это, марсиане всю еду сожрали! О! Лутин Морген! Так это... Вы? Вы же все припасы изничтожили. Да ладно тебе! Мы из-за твоего кодового замка чуть с голоду не померли. Внимание! Экипажа приготовится к посадке на Марс. Красота! А до земли чего кушать будем? Надеюсь, марсиане поделятся и едой. Озиан до тех их стало как